я немножко расскажу о себе и дальше уже буду рассказывать чем я занимаюсь я постараюсь это все сжать в полчаса спасибо вам большое что вы пришли я надеюсь вам будет интересно вот я работаю в дата арт почти 10 лет вот этим летом будет 10 лет вообще в программировании войти почти 30 лет то есть девяносто первом политех я закончил и начал работать еще ну как обычно это бывает на пятом курсе до диплома до сдачи диплома уже пошла трудовая я думаю сейчас в принципе это тоже такая практика бывает и я работал программистом всю свою сознательную жизнь имеется ввиду карьеру и и под конец этой карьеры я понял что программирование это инструмент это ужасно интересно но само по себе программирование оно как инструмент дает еще основу что нужно углубляться в предметной области и я выбрал себе предметную область именно финансы так получилось и занимаюсь тоже финансами наверное последние 20 лет то есть ну с момента как начал читать книжки сам активно инвестировать и свои инвестиции сначала спекулировать потом инвестировать в общем то я понял через много лет что как бы не бывает бесплатных денег и в общем то там все умные на маркете не надо думать что ты самый умный вот я понял что инвестирование это лучше чем спекуляция поэтому тема сегодняшняя будет это долгосрочное инвестирование а вот ну в общем то давайте на сейчас презентацию расшарю и дальше вам уже пойдем по презентации вот я надеюсь вы видите мой экран давайте в первую очередь мы поговорим да мы поговорим про то что еще раз программирование оно может быть ужасно интересно но это все таки инструмент то что вы делаете с помощью этого инструмента это уже мастерство то есть когда вы углубляетесь в предметную область когда вы то что вы делаете те программы которые вы делаете они для чего-то они для бизнеса в первую очередь то есть бизнес заказывает программы которые обслуживают либо государственные структуры либо частный бизнес либо ритейл либо у нас с вами по сути это могут быть программы допустим бизнес то бизнес или финансовые или непосредственно для конечного пользователя такие как мы с вами вот и выбрав для себя область финансы еще плюс к тому опять же финансами занимаюсь двадцать лет последний а последние три года я начал углубляться в дата-сайенс и на сначала мышление потом дата-сайс то что в общем то я вам посоветую одну простую вещь или какую-то сложную область нужно минимум год чтобы чтобы быть профессионалом спецом на второй год вы уже набиваете руку используя это то есть год-два вам нужно чтобы разогнаться если через два года то чем вы начали заниматься не востребовано то по сути вы можете заниматься интересной работой но это будет никому не нужно соответственно отразиться на вашу зарплату то есть я понял для себя что лучше интересоваться тем что примерно через год через два будет это тоже по сути инвестирование в человеческий капитал то есть будет востребовано и вот по сути я понял что как бы уже волна хайпа и мельного и искусственный интеллект она уже началась она уже давно она по сути с 2000 какого-то девятого десятого пошла в полный рост но я понял что нужно специализироваться то есть как бы соединить финансы плюс мышленик и вот это как раз моя специализация после того как начал заниматься мышлениками я понял что есть еще дата сайдс разница между специалистом по мышленику и дата сантистом примерно как разница между хорошим плотником который разбирается что вот есть например вот стамеска есть например там какая-то пила есть фрезерный станок ты прекрасно знаешь свой инструментарий но то что ты делаешь с помощью этого в общем то так себе обычные обычные вещи если ты делаешь какие-то очень интересные вещи с помощью этих инструментов тут и по сути опять же достигаешь какого-то мастерства поэтому в принципе я бы разделил наверно вот мл-инженер это специалист по машине дата сантист это примерно как опять же человек который может использовать из коробки какие-то вещи он специализируется ему нравится некоторым людям очень нравится сам язык программирования как таковой инфраструктуру компьютерная это прекрасно если тебе это нравится лучше этим и заниматься потому что если тебе это нравится ты сам себя мотивируешь ты достигнешь мастерства у тебя будет от тебя будут ценить у тебя будет хороший заработок ты сам будешь доволен то есть собственно ну как бы три вещи мотивируют человека похвала хорошие деньги и интересная работа если ты удастся тебе совместить все три вещи то ты будешь ну как бы отличным счастливым человеком в жизни то что на работе мы тратим ну я думаю треть а то и половину своей жизни в зависимости от от трудолюбия вот и поэтому как бы если вам нравится инфраструктура то вы можете остановиться на мл-инженере если вы хотите пойти дальше то вам нужно пойти дальше и стать дата сантистом дата сантист он не только знает инструментарий но ему больше нравится скажем так копаться в данных когда ты исследуешь данные то ты открываешь для себя ты как бы ты реальности следуешь то есть ты берешь реальные данные большой набор данных тысячи и миллионы строк данных это могут быть там по медицине данные по финансам по почему угодно данные они есть данные эпоха больших данных сейчас в общем то с данными не проблема их накопили такое количество что в общем то теперь как раз мл как хайп и дата сайт они как раз пошли как следующий шаг логический после того как авабида все накопили данных что теперь с ними делать теперь нужно из этих данных выжать какой-то инсайт и этим инсайтом улучшить бизнес вот как раз здесь и требуется имел специалисты дата сантис так вот имел специалист он просто может эти данные обрабатывать допустим там визуализации распознавание холст распознавание текста он из коробки все настроить все это заработает и взлетит если ты хочешь исследовать эти данные с помощью этих инструментов порыться и тебе нравится исследовать эти данные выискиваете в них какие-то очень интересные без закономерности и машина тебе в этом помогает мышление он просто как бы тебя пустит то это как раз и есть дата сайт к примеру языка и сквели ли сиквел он был придуман для бухгалтеров там для 20-30 назад но вы покажите хоть одного бухгалтера там кто и им хорошо владеет то же самое здесь там мл и дата сайт как бы это не шло как бы в широкие массы все равно этим инструменты сложные и нужно знать очень хорошо математику ну физику где-то часть вот поэтому все равно этим будет пользоваться только люди прохромисты по сути такие вот как мы с вами айтишники и поэтому опять же это на стыке профессий то есть везде идет тренд что все сейчас идет на стыке профессии так вот у меня этот стык как раз что я пошел дата саймс мне нравится исследовать данные мне нравится применять модели которые из машин ленинга и получается это какой-то инсайт и в общем то я вам хочу показать одно демо который я недавно сделал для для нашего сайта это демо доступно прям с нашего сайта вот она в презентации указано я вам презентацию сейчас еще покажу это демо по сути использует пися есть такая модель пися принципа компонент аналисис и эта модель эта модель может быть использована для того чтобы состыковывать и вычислять веса пися основана внутри себя она базируется на собственных векторах и собственных значений матриц с помощью этих матриц мы можем вычислить по сути внутреннюю девиацию в очень таком многомерном пространстве и используя эту девиацию мы можем так состыковать портфель что он нам может показать некую магию то есть как вы знаете если обычно деньги хорошие хорошие прибыли не бывает без большого риска а здесь мы можем видеть что мы можем получить портфель который обгоняет рынок вот здесь допустим данные с 2005 года по ну практически по текущей и вот здесь вот видно что наш портфель показал 380 процентов обычные там индексы смп 500 который ну как бетчмарк мы его используем показал 120 процентов по сути в 3 3.2 раза лучше но при этом риск анализированный в процентах меньше то есть получается что смп 500 у нас почти 20 процентов а наш портфель где-то 13.7 и соответственно двигая вот здесь вот в принципе вы ссылочка вы можете зайти поиграться ссылочка там будет презентации здесь этими ползуночками если подвела здесь можно разные разные варианты этого портфеля получить здесь меняется из меняется видны компоненты это веса какие-то фирмы здесь какие стыкуются это же демо это же демо я сделал для внутреннего пользования то есть и она намного богаче намного шире если ее запустить вот она в изначальном виде то здесь можно поиграться вот как раз вот этими компонентами из которых стыкуются портфель можно к примеру дать больше на интерактивность допустим на самые главные компоненты на 1 2 3 либо наоборот дать больше на самые последние не волатильные компоненты и посмотреть что ну это как бы по сути сценарные такие что будет если мы двинем так или так как-то в общем как-то поиграться с этим то есть это по сути инструмент который позволяет визуализировать в ноутбуке добавлять интерактивность и по сути поиграться там историю как-то ограничить увеличить окошко и посмотреть что будет если добавить шортов он так далее вот еще я хочу показать вам по сути еще одна демо тоже делал это предсказание недельных продаж в принципе на кегл если вы по если вы занимаетесь мышлеником на кегл на сайте очень много источников данных жданы не так-то просто найти для мышленика и в общем-то я с кегла взял файл для волмарт это американская большая сеть торговая типа шанов и недельные продажи здесь записаны то есть вот здесь вот номер недели у нас 52 недели в году здесь какие-то исторические продажи плюс с какой-то точки мы предсказали эти продажи то есть поставили сюда модель для особо интересующих это random forest он прекрасно работает вот дальше мы видим что в принципе две кривые не сильно отходят там эрскуайра примерно 90 92 94 процента то есть сто процентов это бы они идеально совпали то есть вот до этой точки мы данные уже не показываем модели мы отбираем вот этот вот остаток кривой дальше предсказываем вперед и выводим на экран все вместе как бы это было здесь можно посмотреть какой компонент влияет на предсказание больше или меньше называется фича импотанс тоже интересная вещь и мы можем здесь поиграться поиграться мы можем выбрать какой-то предиктор этот по сути предикторы это переменная на основании которых мы предсказываем таргет переменной с четкого понятия independent и dependent variables то есть мы предсказываем independent variable на основе dependent то есть мы можем выбрать температуру стоимость бензина подросшие каким-то образом цены unemployment и посмотреть что будет если бы температура была к примеру чуть-чуть больше давно вот на 30 градусов ведь у нас немножко изменилось то есть в какой-то степени а что будет если мы наоборот уменьшим тоже как-то изменилось то есть по сути это инструмент то есть мы не только предсказываем просто наперед что-то а это очень хороший инструмент во первых выявить какой компонент что влияет на предсказание больше или меньше причем количественно это в процентах что например инфляция влияет максимально почти 30 процентов ну да почти 30 процентов вот топлива там не очень температура не очень вот она плойным тоже влияет довольно-таки сильно то есть мы можем посмотреть что на что влияет и как на что но плюс к тому мы можем поиграться то есть дать бизнесу какой-то инструмент и поиграть со сценарными спектрами то есть если вы слышите что там цитробанк провел стресс-тесты там банковской системы и сказал там кому-то там такую-то там подушку безопасности увеличить это как раз и есть вот эти вот сценарные спектры вот и то есть мы берем модель с помощью этой модели наберет предсказываем что-то сравниваем с реальностью окей практически совпадает значит модель хорошая теперь мы начинаем играться что будет если мы изменим вот этот показатель как это повлияет на предсказанное значение это тоже очень шикарная штука и в общем-то все как бы этим пользуются для сценарных вот если всякие рейтинги в рейтинг его и агентство тоже этим занимаются то есть они наперёд пытаются предсказать что будет если к примеру следующая пандемии начнется начнется она вот хуже лучше или хуже что будет есть как бы любые с любые вещи можно предсказать и посмотреть как это повлияет количественном плане и уже соответственно вы будете более-менее готова потому что у вас будут конкретные цифры как упадет или увеличится там наш показатель рассматриваем плюс к тому можно этот показатель этот показатель то есть мы как бы изменяем что-то потом смотрим как оно отразилось на предсказанную величину а можно сделать наоборот можно эту предсказанную величину и к сожалению вам не могу показать там по соображениям там неразглашения делали для одного проекта когда мы наоборот мы вытягивали в определенной точке в будущем то есть мы вытягивали в будущее так как нам надо этот предсказанный параметр а потом давали машине скомбинировать нам вот эти вот предикторы и сказать нам что нужно изменить в консерватории чтобы достичь такой-то лейбл предсказанного значения это как бы ну я это называю backward prediction то есть не direct prediction когда мы изменяем предиктор и смотрим как это повлияло на предсказанную предсказуемую величину а это наоборот мы саму величину двигаем там вниз или вверх от того что нам предсказал и смотрим что нам нужно изменить это очень интересно для реструктуризации компании допустим есть величины которые предикторы внешние по отношению к компании а есть внутренние то есть внешне например там gdp как у нас валовый продукт или допустим там стоимость бензина или еще что-то еще что-то а есть внутренние например траты компании на исследование например там уровень образования там средний сотрудник и так далее так Если видно, что они влияют на таргет, то есть вот так вот мы их внутренние показатели выводим и видим, что они очень сильно влияют на нашу величину, тогда мы можем знать, в какую сторону их двинуть, то есть как изменить компанию, чтобы улучшить, к примеру, продажи или общий профит в будущем. Причем не просто улучшить, а насколько-то улучшить. То есть мы знаем, какая она будет, если все оставить как есть, мы знаем, куда нам ее нужно двинуть, и мы знаем, насколько теперь мы можем рассчитать, что изменить в консерватории, чтобы достичь эту величину. Понятно, что это, конечно же, не точно, потому что вы видите, что две кривые совпали не точно, то есть это плюс-минус там рядышком. Но если у нас есть какой-то инструмент, который нам общую тенденцию показывает, именно такой регресси, он как бы показывает общую тенденцию по этой регрессии, то девиация вокруг этой регрессии нас не волнует. Мы в общем и целом в правильном направлении двигаемся. А то, что нам всякие случайные факторы двигают нас, как бы кидают от этой регрессии, ну, жизнь есть жизнь. Мы живем в случайном мире. Я уже давно для себя понял, что есть как бы люди детерминисты и стахастики по своему складу ума и мыслям и отношению к жизни. Так вот, я в последнее время уже как бы скатился на уровне стахастика до такой степени, что я считаю, что в принципе любая постоянная величина константа, это такая же случайная величина, просто у нее девиация ноль. Вот и все. А так она такая же случайная величина? Ну, ноль девиация. Ну, не меняется. Может быть, через 100 тысяч лет она чуть-чуть изменится. Может быть, у нее девиация очень медленная. Поэтому как бы мы живем в мире в очень случайном. степени свободы огромное количество. Предсказать маркет ужасно трудно. И поэтому мы как бы пытаемся здесь что-то сделать. Еще хотел вам показать... А, да вот она у меня болтается. Это вот тоже делаем сейчас интересный проект. То есть это внутридневная торговля, построение каналов и игра уже там об границ канала. Вот, очень избитая тема. Если пойти на форуме, там, мета-трейдер, это там, исписанный уже там годами и что угодно. Но идея в том, как вы к этому подходите. Если... То есть идея в том, что каналы очень короткие. Они образуются и пропадают там молниеносно. У них статистика очень улетающая. То есть у нас на маркете все процессы нестационарные. Что значит нестационарные? Это значит, что моменты распределения постоянно тоже меняются. То есть если вы возьмете какую-то величину и чем большее значение этой величины начнете строить распределение, вы увидите, что средняя начинает сходиться к чему-то. А теперь представьте, что у вас средняя не сходится. Она постоянно куда-то улетает. Вот это как раз и есть то, что она улетает. Это показатель нестационарности. То есть плывет средняя, плывет девиация. И нету постоянства. То же самое и здесь. Нам как бы здесь есть попытка ловить эти каналы, как только... Вот зеленый канал, это он разогревается. То есть по сути он еще флуктуирует. Синий он фиксируется. А черный это закрытый канал. Вот сейчас синий закончится, он станет черным. Я просто отсвечиваю для себя эту программу как раз делаю. То есть идея в том, что вот зеленый он сейчас еще флуктуирует. Он туда-сюда дергается. Это обычная линейная регрессия. Вот синий он зафиксировался. Мы уже можем с ним что-то сделать. И черный мы уже, как бы он закрывается. Мы начинаем следующий канал играть. То есть здесь идея в том, чтобы попытаться находить неэффективности временные, может быть даже непостоянные. То есть если сделать много-много стратегий с разными параметрами, поставить их на watch, на мониторинг, то может быть какая-то из стратегий в какой-то день недели начнет показывать регулярный профиль. То есть потому что появляются какие-то импортеры, экспортеры, которые в определенные моменты начинают что-то делать на рынок. Они вот привыкли там по вторникам конвертироваться на поэксе. К примеру, там вот. Вот понимаете, просто все случайно. Но в этой случайности иногда встречаются островки регулярности, которые очень слабы регулярности, она пропадает. Но если ее научиться как бы вылавливать, то на этом можно прокатиться. Но понятное дело, что это ужасно тяжело, и поэтому лучше всего не заниматься спекуляциями, а заниматься долгосрочными инвестированиями. В том смысле, что здесь проще. Здесь ты можешь... Я люблю программировать. И 30 лет почти уже программировать. Я могу дальше заниматься программированием, а мои инвестиции прекрасно работают. То есть я нахожу по ту сторону инфляции. То есть если вы посмотрите, например, доллар, пучей, спар, пауэр, если наберете, то есть покупная способность доллара, за 100 лет он там превратился в ноль. То есть по сути инфляция сжирает все. Даже у хорошей твердой валюты. Я уже не говорю про валюты развивающихся рынков. И поэтому как бы лучше находиться не в деньгах. То есть если у вас... Ну понятно, что вы студент, и как только у вас появятся лишние деньги, вы задумаетесь, как эти деньги сохранить и пронести во времени их покупную способность, чтобы отложить их на какие-то долгосрочные большие покупки. Большие покупки – это обучение ваших детей, это ваши пенсии, это что угодно. То есть есть покупки, которые вы можете купить с текущей зарплаты, а есть покупки, на которые там 10 лет надо собирать. Вот чтобы за эти 10 лет что-то собрать, нужно это куда-то инвестировать. И поэтому здесь мой совет – не заниматься спекуляцией, а изучать инвестирование к них полно. Я, например, очень счастлив, что я перестал как бы пытаться чего-то там словить интродэй, и просто заинвестировал, и дальше занимаюсь любимым делом, а деньги прекрасно там у себя чувствуют. Ну вот, собственно, наверное, и все. В презентации есть моменты, которые можно было бы обсудить, как происходит цикл. Но, в принципе, уже вот еще, наверное, минут 10 я, наверное, вам расскажу про презентацию «Пробежимся». И начнем с сессии вот этого вопросов. То есть идея какая, еще раз, у нас есть некоторые модели, с помощью которых все банкиры, как правило, держат свои портфельные инвестирования. Самое главное из этих моделей – это вот это. Capital Assets Pricing Market. Capital Assets Pricing Model. Это модель широко взвешенного рынка. Идея очень проста. Если мы возьмем все деньги всего мира, ну или, к примеру, конкретной страны, и посчитаем, сколько сейчас стоит рынок. То есть, по сути, количество выпущенных акций умножить на цену акций, и так сложить по всем компаниям. У нас получится какая-то капитализация всего рынка. Вот это общая цена. Теперь мы каждую компанию умножим, количество выпущенных акций на ее цену, как будто мы ее выкупили сейчас все акции с маркета. Это ее текущая рыночная капитализация. Вот если мы поделим одну компанию на общую стоимость всего рынка, мы получим какую-то долю. Если мы эти веса теперь нормируем к 100%, то мы получим веса портфеля. То есть основная идея – это держать всегда взвешенный рынок по капитализации. Если мы не можем купить весь рынок, ну, представьте, весь рынок там 7 триллионов, к примеру, а у нас денег 1 тысяча долларов. Ну, там образно говоря. Но веса, то есть мы можем сравнить любого инвестора, неважно, ты там Баффет или ты только пришел на рынок, можно сравнить по процентам. То есть сколько ты имеешь в процентах, прибыли или убытка. И, соответственно, портфели. То же самое в процентовке. Если мы можем высчитать веса в процентовке, то есть все индексы MSCI, S&P 500, по-моему, наш тоже RTS. Тоже они взвешены по капитализации. Следующие модели, они более диковинные. Вот PCA как раз я вам показывал. Вот это Inverse Volatility Portfolio, High Risk Parity, тоже очень интересная модель. В принципе, эти модели, вот эта модель общая, а вот эти модели, это они ближе к ML. Вот. То есть идея в том, что мы можем совершить чудо и найти себе портфель, который будет менее волатильный. То есть он, по сути, не будет особо дергаться ни вверх, ни вниз, но он покажет больше профит, чем вот тот же стандартный S&P 500, который по вот этой модели построен. Так вот, если такой бесплатный сэр бывает, то, естественно, нужно это делать. Вот как бы основная идея, вот чем я сейчас занимаюсь, это с помощью вот этих моделей, я пока только PCA хорошо исследовал, и опять же делаю к ней инфраструктуру. А еще можно попробовать вот это и вот это, потом их сравнить. Основная проблема в том, что когда вы начинаете тестировать эти модели, то их тестируют на исторических данных. Здесь главное не попасть в очень распространенную ошибку, не перетестировать модель, не сделать оверфитинг, и не заглядывать в будущее. Это называется out of sample. Вот out of sample – это когда вы так делаете код, вы скармливаете день за днем туда данные, и не даете возможность вашему основному коду заглянуть вперед. Если вы это соблюдаете, то у вас все прекрасно, нет заглядывания в будущее. Есть еще такая вещь, как Монте-Карло, наверное, знаете, это когда мы симулируем, то есть у нас есть исторические данные, это один трек реальности. Но если мы возьмем теперь для каждого инструмента и вытянем оттуда распределение и параметры этого распределения, и поймем, что это за распределение, мы сможем симулировать таких исторических... Вот у меня есть, например, данные за 20 лет, но я могу, зная распределение этого инструмента, я могу симулировать таких вот 20 лет миллион раз еще. Они будут чуть-чуть другие. Что мне это дает? На одном треке реальности, на одной исторической данной, не стоит что-то тестировать. Нужно с помощью Монте-Карло вытащить распределение у каждого инструмента. Если их много, то это будет мальти-дименшнальное распределение. И дальше просто симулировать наперед много треков. Сейчас секундочку. Извиняюсь, у меня тут кошка просится на роже. В общем, идея такая, что с помощью Монте-Карло вы сможете лучше. То есть она вам симулирует такие вот пандемии, подлеты астероидов и прочие катастрофы, глобальные войны лучше, чем один трек исторической реальности. Ну и в общем-то дальше это просто разновсяческий риск-менеджмент, это value at risk. Тоже интересная тема. Тестирование этого всего виртуально, то есть не тратя свои деньги. Потому что, как правило, если вы полезете чего-то там экспериментировать на собственном кошельке, вы, скорее всего, потеряете с высокой вероятностью. То есть лучше это делать вот таким образом. И, в общем-то, здесь как бы есть вот этот цикл для долгосрочного инвестирования. Здесь очень много вещей, и каждый пункт это, по сути, как бы небольшой такой мирок, что нужно делать по каждому. Это как чек-лист. Пройти, чтобы сделать, в общем-то, долгосрочное инвестирование корректно, так как это делают большие инвестбанки. Ну, модели я вам показывал. Опять же, здесь упомянул разновсяческие другие модели. Монте-Карло, опять же, если вы начнете считать, по каким законам изменяется биржевая цена, это, как правило, это дрифт, небольшое это стахастическое уравнение. И вот из этих небольших девиаций это как бы аддитивный процесс. То есть цену закинул чуть выше, она там и осталась. Закинул чуть ниже, она там и осталась. То есть это, по сути, серия приращений совершенно случайных, у которых есть небольшой дрифт и какая-то девиация. Вот это, как правило, вот эта вот модель цены. Но это как бы самая простая. Есть они более такие навороченные. Jump diffusion, там их у альфа стейблах очень-очень много. И с помощью этого, этого, когда вы эту модель построили, либо простую, либо там более навороченную, вы сможете симулировать вот каждую вот эту линию. Это как бы история. И где-то здесь есть одна из линий. Это реальная история. Наша Вселенная. Это как параллельно расходящаяся Вселенная. И потом вы сможете после симуляции примерно прикинуть, в каких доверительных интервалах, где и что вы имеете. Ну и, в общем-то, наверное, все. То есть, в общем и целом, используются кластеры, используются Spark, например, или используются там оптимизация параметров. Опять же, тоже ты делаешь через базу распределяешь задание, то у тебя взлетает там тысяча нот где-то в кластере на AWS и начинают это все бактестировать параллельно. Ну, представьте, Монтокарл, когда-то нужно миллион этих треков бактестировать. И дальше потом вернуть результаты, агрегировать. Это все на кластерах делается. В общем-то, наверное, давайте как раз у нас 9.08, сейчас вот в 9.10 начнем серию вопросов. То есть, вот еще 2 минутки займем ваше время. То есть, в принципе, наверное, все. Могу еще единственное похвалить, ну, как бы, сказать пару слов по своей конторе об дата-арте. Вы знаете, я, честно говоря, вот последние 10 лет работаю и никакого желания вообще искать чего-то другого, не просто по принципу там, а добра-добра не ищут. Сколько раз тебе предлагали, а приходи сюда, приходи сюда. Я говорю, ребята, а что у вас там? Да у нас вот тут. Я говорю, извините, но я в дата-арте, сам решаю там, куда мне двигаться. Я приходи, начальство тебя, начальство спрашивает, ты сам ему говоришь, ребят, я не хочу вот этим заниматься, я хочу вот этим заниматься. Я хочу вот развиваться там вот туда-то, в такую-то предметную обувь. Я хочу, к примеру, из, то есть, я за свою карьеру побывал бизнес-аналитикам, ну, в QA не был, project-management тоже не был, ну, вот пошел, как бы, такую вот технологию. Вот, поэтому, как бы, в этом плане это шикарно, когда ты можешь выбирать, когда ты можешь свое будущее сам делать, это лучше даже для психологии, для самочувствия, как бы, ты более уверенно смотришь в будущее, плюс, когда ты пытаешься предугадать вот этот следующий хайп, за годик, за два себя, как бы, подготовить, и, в общем-то, это прекрасно. То есть, желаю вам всем свою карьеру строить вот примерно таким же образом. Ну, в общем-то, давайте перейдем к вопросам. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok